Баскетбол делает нас лучше, а мы его красочнее. Здравствуйте! В эфире тележурнал «Вид сверху» выпуск номер 5. Поехали! И в ближайшие полчаса. Чьё кунг-фу сильнее? Первое дерби Ленинградки после глобальных перестроек команд? Смена лидеров, снайперские дуэли, эмоции или холодный расчет. ЦСКА Химки. Первая серия. Федор Конюхов от баскетбола. История испанца, который колесит по миру на машине и рассказывает о лучшей игре с мячом. И матч недели единой лиги ВТБ прямо сейчас. Битва баскетхолов. Локомотив Кубань. Уникс. Казань. Краснодар словно кто-то проклял. Иначе как еще объяснить затянувшуюся серию поражений от Уникса в единой лиге ВТБ? Локомотив не может выиграть у казанцев более двух лет. Кажется, без мистических совпадений тут не обошлось. Или все дело в главном тренере клуба из Татарстана Дмитри Сеприфтисе. Именно с приходом греческого коуча Уникс наконец обрел стабильность не только в составе, но и в игровом стиле. В прошлом сезоне именно Казани удалось дважды обыграть ЦСКА. А летом клуб еще усилился. С приходом Привтиса так и есть. Как ни странно, мы многие игры выигрывали и проигрывали их каким-то чудом в концовках. Но тем не менее, это так. Надеюсь, сломаем эту нехорошую для нас серию двухлетию в этом сезоне. Краснодарские болельщики отказываются верить в мистику. Еще перед началом матча фанаты Лока едины в своем мнении. Именно сегодня и должна прекратиться неудачная серия их команды в играх против Уникса. Новая команда у Локомотива хорошая. Особенно очень понравился такой новичок, как Сэндекер. Он вполне может, как по мне, так потащить наш Локомотив. И от игры с Униксом я ожидаю очень хорошей победы. То, что мы все-таки сможем удалить Уникс. Я болею с 2011 года за Локомотив. И я знаю, что значит игра против Уникса. Ведь для Локомотива это очень принципиальная такая игра с Униксом. Видно, очень неудобный соперник у нас. Довольно-таки такой принципиальный. И какой-то, может быть, злой урок. Но я думаю, должны мы его сегодня преодолеть. Потому что уже два года прошло. Они натренировались и уже готовы. Ровное начало лишь подчеркивало принципиальность матча. Тем неожиданнее было увидеть в середине первой четверти Григория Матавилова, которого тренер отрядил для организации нападения. Молодой россиянин ярко проявил себя в составе сборной России на Кубке мира и сразу после этого сменил Суперлигу на единую лигу ВТБ. В Локомотив Матавилов пришел уже игроком национальной команды. И с претензиями на достойное игровое время. При этом до матча с Униксом 21-летний защитник не набрал ни одного очка. С каждым неудачным броском давление на молодые плечи баскетболиста только возрастало. Но первые очки пришли в первом официальном домашнем матче сезона. До августа он готовился продолжить карьеру в Суперлиге. А сейчас пытается доказать, что достоин выступать в единой лиге ВТБ. Все, поменялась лучшую сторону для меня. Как бы у меня новый вызов, новые возможности. Работаю каждый день, чтобы стать лучше и доказать тренеру, что я могу играть в этой лиге. Всегда приятно выйти перед болельщиками. Первый раз я появился в официальной игре. Мне кажется, я хорошо вошел в игру, дал немного энергии команде в защите. Постарался разогнать немного нападения. В принципе, то, что меня требовал тренер, я сделал. Григорий – молодой парень. Он попал в абсолютно новый для себя проект. И попал не с первого дня подготовки. Вы знаете, он присоединился к нам только за несколько дней до окончания предсезонки. Сейчас он еще в процессе поиска своей роли в клубе. Сегодня первые две четверти он был крайне полезен. Он знает, как подготовиться к такому матчу и принести пользу. Главные события развернулись во второй половине. Лидировавший «Локомотив» за полторы минуты растерял двузначное преимущество, позволив Эрику Макколуму и Джамару Смиту расстреливать кольцо из любых положений. Рывок 12-0 от гостей, и третья четверть вновь стала камнем преткновения для разжилец-дорожников и чуть было не утащила их под воду. Обидно, что в третью четверть мы начинаем очень плохо. И это не только сегодня, это и почти в каждой игре. И надо очень серьезно к этому отнестись, потому что не может быть, чтобы вести 11, и за минуту там совок, и уже поехать очко. Ну, так невозможно, чтобы так быстро упустить свое лидерство, тем более с такими соперниками, как уникс. Что случилось в третьей четверти? Они начали попадать. У них очень талантливые защитники, и мы это знали. В первой половине они не попали в свои броски, но продолжали двигаться дальше и пытались достичь желаемого результата. Профессиональные игроки вообще-то забивают броски. Это и случилось. Хорошо, что мы правильно отреагировали на это. И это мы смогли сделать. Эрик Макколом и Джонни О'Брайен, словно герои вестерна, устроили перестрелку, в которой было все. Дальние попадания, проходы под кольцо, передачи и даже споры с орбитрами. В итоге на счету казанского американца 22 очка, 6 передач. У краснодарца коллекция еще лучше. 16 очков, 9 подборов и 6 передач. И все это за 27 минут на паркете. Мы начали реагировать лишь в третьей четверти. Старались поддерживать темп, но не всегда получается контролировать все, что происходит вокруг. В дальнейшем должны улучшить работу на счетах, чтобы не допускать подобных ошибок. Вот в чем была разница в сегодняшнем матче. Лока впервые за два года побеждает Уникс в единой Лиге ВТБ, прерывая серию неудач. Разве можно мечтать о лучшем подарке на день рождения для дочери? Вот и главный тренер краснодарца в этот день превратил пресс-конференцию в коллективное поздравление своей дочери Маргариты. Uno, две, три. С днем рождения, Маргарита! Семья Банки должна быть довольна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дерби Ленинградки, ЦСКА против Химок, команды с большими амбициями. Обе сильно изменились в межсезонье, но стартовали в Евролиге с двух побед подряд. Перед матчем российских грандов было сразу несколько вопросов. Смогут ли новые Химки навязать борьбу в ЦСКА? Кто выйдет победителем из снайперской дуэли Алексея Шведа и Майка Джеймса? Кто из тренеров лучше донесет до команды свою мысль? И Тудис или Куртинайтис? Попробуем найти ответы. Химки, ближайший преследователь ЦСКА среди российских клубов, второй по бюджету на внутренней арене. Сначала сухая статистика. В последних десяти очных встречах ЦСКА побеждал 8 раз. Вместе с тем на старте сезона армейцы успели проиграть уже дважды в единой лиге ВТБ. И кому? Красноярскому Енисею и питерскому Зениту. В то время как желто-синие еще не вкусили горечи поражений. Поэтому у фанатов Химок теплилась робкая надежда на сенсацию. Но первая российская дерби в Евролиге доказала, что ЦСКА все еще чемпион. А Химки по-прежнему в погоне. Майк Джеймс и Алексей Швед. Лидеры ЦСКА и Химок такие разные, но в то же время в чем-то схожи. Оба машины по набору очков. И оба в прошлом обладатели индивидуальной награды Евролиге. Приза Альфонса Форда, который вручается лучшему снайперу сезона. В прошлом году это был Джеймс. Сезон назад Швед. При этом оба отлично видят площадку и делают лучше партнеров по команде. Так кто же все-таки круче? Ответ на вопрос дала игра в Мегаспорте. Джеймс стал самым результативным игроком матча, набрав 28 очков. А что он творил в первой четверти? 18 очков за 10 минут. Фантастика. Американский защитник ЦСКА забивал с любой дистанции, из любых положений. Швед начал скромнее, но в целом по результативности от оппонента отстал не сильно. 25 очков. 6 из 11 трехочковых. Этого в итоге оказалось недостаточно, так что первая дуэль за Джеймсом. Противостояние со Шведом не имеет значения. Я говорил с тренером, и он попросил меня быть поагрессивнее в начале матча. В предыдущих играх я старался не брать на себя слишком много. Но раз уж тренер попросил, я нашел удачные моменты для бросков и реализовал их. Как известно, один в поле не воин. Шведу с Джеймсом нужны были подносчики снарядов и просто парни, способные дать им передышку. ЦСКА и Химки значительно обновились в межсезонье. К слову, Джеймс один из новичков армейцев. Бок о бок с ними бились и другие новобранцы. Йоханнес Войтман, добавивший им мощи под кольцом. Дэрон Хиллер с его убойным трехочковым и Рон Бейкер, запомнившийся шикарным базарбитром в концовке третьей четверти. Собирается трешку, видимо, сведения забить. Скидывает, успевает на Бейкера. Боу! Как проявили себя новички Химок. Дэвин Букер и Джереми Эванс обжили воздушное пространство над обоими кольцами, радуя фанатов блокшотами и данками. Здорово дирижировал игрой Дарис Бертонс. А вот Йонас Жеребко и Сергей Карасев не попали в игру и на двоих набрали всего одну очко. Возможно, именно их результативности не хватило, чтобы удивить ЦСКА. В этом матче ярче выглядели новички армейцев. Кажется, красные-синие усилились более точечно, но потенциал скамейки Химок невероятно велик. Особенно, когда все игроки залечат травмы и вернутся в состав. Чемпион НБА Тимофей Мозгов пока поддерживает Химчан из лазарета. Димитрий Сетудис и Римас Куртинайтис. Тренеры опытные и к тому же отлично знают друг друга. Так что удивить одному другому вряд ли получилось. Куртинайтис делал акцент на сокращении количества потерь в борьбе за подбор. Тренерская установка не сработала. И вот результат. Мы тоже поменяли 10 игроков в этом сезоне. Не всех игроков я еще чувствую. Не всех знаю, как подойти. Очень короткое время относительно прошло начало чемпионата. Я не понимаю, как мы... Я понимаю, что мы програли 2 или 3 подбора против Боскронии, потому что там и фол, и диоп. Там 1-2-15, 2-2-20. Мы просто в росте проиграли. Но с СССР мы не уступили в росте. Мы и дали подобрать 18 мячей. Мы сделали 14 ошибок. Я перед игрой подчеркнул, если мы не выиграем щит, если мы сделаем больше 10 ошибок, у нас нет шансов. Так и случилось. Просто про что мы говорили, нам не удалось сегодня в наигре как бы этого показать. И Тудис был привычно эмоционален. Этот заряд передался команде. Армейцы, хоть и позволяли сопернику совершать рывки, все равно довели дело до победы. Вспыхивал то один, то другой, а Майк Джеймс провел в огне весь матч. Как уфтренер, такова и команда. У Куртинатиса и Химок еще будут шансы отыграться. Мы увидим как минимум 3 дерби Ленинградки в этом сезоне. Они принесут новые вопросы, а мы попробуем найти на них ответы. Браво, друзья! Давайте поаплодируем друг другу! 129 стран, 50 тысяч километров от Норвегии до Южной Африки. Тони Родригес покинул родную Малагу 5 лет назад. В его машине лежали только баскетбольная форма и пара мячей. Испанец объездил полмира, и везде он играл в баскетбол. Позади 50 тысяч километров, а теперь Федор Конюхов от баскетбола добрался и до Москвы. В Америке я объездил почти все штаты, от Аляски до Техаса, от Вайоминга до Флориды. Тогда появилась мысль совершить путешествие по Европе и Африке и везде говорить на языке баскетбола. Флаги всех стран, где я был, я поместил на крышу. Россия вон там, в углу. А первыми я наклеил флаги Европы и Испании. Каждая из них напоминает мне о пережитых там событиях. Иногда я даже забирался на крышу, ел на ней и погружался в воспоминания. Иногда я останавливаюсь в доме тренера, снимаю у знакомых, ночую даже в пятизвездочном отеле. Но для меня не проблема поспать в машине. День за днем все по-разному. Я живу под прессингом. Рост у Тони совсем невеликий, зато у малыша необычный взгляд на баскетбол. Когда-то испанец получил педагогическую степень на Манхэттене, а теперь делает трюки без мяча. Предлагает обняться с соседом и разбирает психологию. На мастер-классе даже профи из дубли ЦСКА посмотрели на игру по другим углом. Он объездил очень много сторон по всему миру и хочет поделиться с нами своими ощущениями, рассказать, что он чувствует. Как нужно быть лучше, чтобы играть в баскетбол, чего мы хотим, быть сконцентрированным. Весело было. Энергия и такой заряд позитивчика и странности. Но, блин, прикольно, прикольно. Саша, Даниил действительно любят то, чем они занимаются. ЦСКА – это крупнейшая баскетбольная организация в Европе. После тренировки с армейским дублем Тони увидел лучший российский баскетбол в рамках Евролиги. Капитан Кайл Хайнс подарил испанцу игровую майку. А ЦСКА одолел Хинке в первом дерби Ленинградки этого сезона. В Москве Тони получил визу в Белоруссию, а напоследок прилег на паркет Мегаспорта. Для него открыты все направления, ведь у баскетбола нет границ. Всех нас объединяет. Лучшая игра с мячом. После Москвы я поеду играть в баскетбол в следующий город, но никогда не забуду того, что увидел здесь. Сегодня я в России, завтра еду в Эстонию, потом в Латвию, Литву, а приехал из Финляндии. Это непрерывный процесс. Кто лучше танцует? Кто более суеверный или романтичный? Рубрика «Я или он» знает ответы даже на небаскетбольные вопросы. На этот раз проверяем игроков Астаны, Александра Жигулина и Рустама Мурзагалиева. Заодно мы поняли, у кого ревнивая жена и кому нужна девушка. Внимание на экран. Кто эмоциональный на паркете? Не знаю, мне так кажется, что я эмоциональный. Я намного эмоциональнее. Я могу и материться, что это очень плохо. И мне много раз технических фолов давали. Так что я. Кто более креативный? Более креативный? Ну, смотря в чем. Прямо смотря в чем. Если разные, например, моменты взять, Ну, ладно, да. Кто чаще общается с легионерами? Я тоже общаюсь. Но он как капитан, ему нужно общаться, что-то спрашивать, что-то интересоваться. Мы все общаемся, на самом деле. Поверьте мне. Кто лучше знает казахский язык? Однозначно. Вообще ноль просто. Кому чаще высказывает тренер? В плохом или в хорошем? Да, во всех. Во всех, да. Кричит, повравляет насчет игры, насчет ошибок, похвалит. То есть все говорит. Все прям. Но чаще, да, там, получаем. Кто более суеверен? Более суеверный? Я, наверное, одеваю не те же кроссовки там на игры. Такое у меня бывает иногда. Не знаю почему. Ну, есть у меня такое, но я не хочу об этом говорить. Ты что, весь сезон в одних кроссовках? Нет, просто у меня есть. Я выбираю одни любимые кроссовки. Я покупаю себе пару кроссовок и выбираю одни любимые. Больше удобно, если даю их, одеваю на игру. А тренируюсь в других. Кто первый уходит из раздевалки после тренировок? Я объясню почему. Единственное, потому что он лед прикладывает и все. Я лед не прикладываю, я, то есть... Но с площадки я последний. Да, ладно. Ну ладно, мы вместе, да. Кто победит в амрестлинге? Ну тут разница просто в росте и в габаритах. Все же понимают. В килограммах. Все же понимают. У меня просто не до вес. Мы с ним на амрестлинг просто играем на еду. Ага, на апельсины. Кто более романтичный? Ну хотя здесь, блин, вот если честно, здесь я скажу он. Потому что у него есть девушка, у меня нет. Значит, однозначно, что он более романтичный. Согласен. Я бы не сказал, что я прям такой романтичный. Но я стараюсь. У меня девушка, она хочет одной большей романтики. Но у меня пока не получается, но я стараюсь. Вы разговариваете об этом? Да. Жек, нам копим. А мы обо всем называем. Кто скромнее? Кто скромнее? Это 100%. Я вообще не... Ну нет, я скромный. Но и не скромный. Кто больше следит за статистикой? Я за статистикой слежу. Ой, я... Но я бы тоже... Вы имеете в виду за своей или за общей командой? Не, ну, наверное, за... За общей командой я тоже слежу. Здесь надо было других людей посадить. Кто лучше танцует? Ох... Это 100%. Ребята, вы не видели. А я сделал он. Вы не видели. Это же... Это же молодой скриптонит. Скриптонит и танцует он поет. Ну-ка, ты... Ты видел, как он танцует? Он так же и поет. А ты тоже танцует не плохо? Ну... Я-то. Когда надо. Когда надо, конечно. Когда обстановка позволяет. Кто больше вещей берет на выезд? А мы оба, да, по минимуму берем? Мы, кстати, да, вот здесь мы оба по минимуму берем. То есть прям... Ну ладно, скажу я. У меня еще там массажер, роллер. Да, я больше вещей беру. Кого больше любят болельщицы? Болельщицы? Я скажу... И это будет правда, потому что... С этого сезона... Это наш новый капитан. Это наш новый предводитель. Это... Я скажу он. Он более харизматичен, чем я. К нему больше так. Он такой открытый. И его болельщики и болельщицы в основном очень любят. Да. Вспомнить тот момент, когда у него не было девушки. Когда я был я такой. Да не надо, но все закидывает нормально там. Чем дальше в сезон, тем больше яркого баскетбола. Хорошо, что лучшая игра с мячом не берет выходных. Настало время самых горячих моментов недели. Поехали в единой лиге ВТБ. Поехали. Открываем хит-парад в Подмосковье, где химки принимали Астану. Энтони Гилл соскучился по полетам. Передача от Сергея Карасева. Эффектный данк от форумерных химчан. Поберегись. Энтони Гилл. Химки. Московская область. Десятое место. Локомотив Кубань принимал Уникс в Краснодаре. Алекс Тайус испытал кольцо хозяев на прочность. Американский центровой получил мяч и вкулотил сверху через Драгона Апича. Вот что называется вертикальный взлет. Алекс Тайус. Уникс. Казань. Девятая строчка. В матче с Мохи-Минск. Даррел Виллис был неудержим. Американский форвард Нижнего Новгорода оформил дабл-дабл. 28 очков, 10 подборов. Вишенка на торте. Его данк в отрыве. Воздушная тревога. Даррел Виллис. Нижний Новгород. Восьмое место. Один блокирующий хорошо, три лучше. Бросок Сергея Карасева накрывали трое. Но удачливее партнеров оказался Айзея Вайтхед. Защитник выпрыгнул, смахнул мяч на трибуну. Вау. Айзея Вайтхед. Астана, Казахстан. Седьмая строчка. Девион Берри. Настоящий волшебник. Одним движением заставил исчезнуть Никиту Михайловского, а потом забил трехочковый. Никита, куда ты пропал? Ау. Кто-нибудь дайте ему карту, ведь нужно как-то в Саратов возвращаться. Девион Берри. Енисей, Красноярск. Шестое место. В Краснодаре появился летучий американец Сэм Деккер. Форвард поддержал быстрый отрыв и был вознагражден. Атлетичный данк Деккера помог краснодарцам впервые за два года обыграть Уникс на своем паркете. Освободите взлетную полосу. Сэм Деккер. Локомотив Кубань. Краснодар. Пятая строчка. Джоэл Баламбой. Данк-машина. Русскому американцу совсем не нужен разбег. Вертикальный взлет. Получил мяч под кольцом. Обманул опекуна. И чуть было не оторвал кольцо. Бам. Шикарный данк. Игрокам Зелена Гура оставалось только наблюдать с безопасного расстояния. Джоэл Баламбой. ЦСКА Москва. Четвертое место. Хотите шоу? Зовите Уилла Клайберна. Форвард ЦСКА перехватил мяч, убежал один на один с кольцом. Исполнил такую мельницу. Вот это амплитуда. Ни один игрок Зелены Гуры не пострадал. Уилл Клайберн. ЦСКА Москва. Третья строчка. В ЦСКА не могут просто взять и перестать забивать сверху. На этот раз отличился Никита Курбанов. Кайло Хайнс окружили под кольцом. Но капитан нашел выход, сбросив мяч Курбанову. Что это там в небе? Птица? Самолет? Нет, это Никита Курбанов и его эффектный данк. ЦСКА Москва. Второе место. И автором лучшего момента недели становится форвард Джереми Эванс. Похоже, американец собирается попадать в хит-парад каждую неделю. Красивая комбинация химок. И вот уже Эванс колотят сверху через душа Нористича. А ведь рост сербского центрового 214 сантиметров. Но это его не спасло. Постер-данк в коллекцию Джереми Эванса. Химки, Московская область. Первое место. И на этом все, друзья. Увидимся через неделю. И помните, баскетбол – лучшая игра с мячом на планете Земля. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова